Нашим бойцам Оксана Анискина помогает на фронте с самого начала специальной военной операции. Окопные свечи, птички-обереги из джута, гуманитарная помощь. В волонтерской деятельности женщина приобщила и членов своей семьи и односельчан. На днях вернулась с международной выставки форума в Москве, где представляла стенд Рязанской области мастер-классами. И когда меня тоже спрашивали люди, которые приходят на мастер-класс, они спрашивают, ух ты как здорово, почему триколор. Я им объясняю, что это вот мы такие делаем бойца. И вот у меня вот они написаны, пять этих прекрасных женщин, которые... Ну там же как мастер-класс проходит, человек себе делает и уносит с собой. И вот у меня пять прекрасных женщин, они говорят, а можно мы сделаем и оставим? Вы передадите, говорят, бойцам. Я говорю, отличная идея. Первые мы делали красненьких птичек, птичек счастья мы делали, для солдат отправляли. Потом, ребята, все смекалистые, мы добавили триколор. И вот теперь наши такие птички символично оберегают наших ребят. Нам приходит обратная связь. Вадим Гаврилович показывал фото, видео о том, что ребята получают наши коробочки с нашими птичками, благодарят нас. Причем в родном Боголюбово Сараевского района этих обережных птиц делают все, от мала до велика, рассказывает волонтер. Сама технология несложная, да и на изготовление уходит не больше пяти минут. Помимо символов поддержки, там же делают еще и окопные свечи. Они, кстати, выполняют не только функцию освещения, но и благодаря кованым подсвечникам позволяют нагреть жидкость. Изначально свечи делали из жестяной тары и картона, но позже последний элемент заменили. Вот такую идею мы еще нашли. То есть это шишки сосновые и еловые. Мы также ими начиняем баночку. Вот. И ставим вот такой фитилек из обычной джутовой ниточки, чтобы, ну, разжечь. Я занимаюсь продвижением, конечно же, культуры в массы, но и самое главное для меня – это патриотическое воспитание. Я считаю, что в наши дни, да и вообще в любые дни, это самое важное для детей, для молодежи. Также с удовольствием и взрослые во всем этом принимают участие. Окопные свечи из сосновых шишек экологичны. Они горят жарко и ярко, не коптят, а значит, подходят даже для закрытых блиндажей. На обережных птичках и окопных свечах волонтерская деятельность Оксаны Анискиной не заканчивается. Заведуя сельским клубом Боголюбово-Сараевского района, женщина регулярно проводит патриотические мероприятия в памятные даты, чтобы рассказать о героях настоящего и прошлого нашей страны.